Мы просто поговорим по душам. Сегодня об очень модной, об очень нужной нам всем истории. Это человек и лошади. Мои родители с детства с лошадьми. И когда я родилась, они построили конюшню. И можно сказать, что лошади меня воспитали. Как часто люди падают с лошадей? Кто не падал, тот не конник. Каждое падение – это опыт. А что такое кумиры конного мира? Это люди, которые смогли найти свой подход к работе с лошадьми. Смогли найти что-то новое и принести в этот мир для нас. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы тут как перед полетом в космос. 3, 2, 1, отчет. И мы в эфире. И значит, вы тоже в эфире. Меня зовут Михаил Помидоров. Обычно, если вы видите меня в красном кресле, а еще иногда и в жилетке, значит, у нас в гостях особенный человек. Это так называемое интервью. Но на самом деле мы просто поговорим по душам. Сегодня об очень модной, об очень нужной нам всем истории. Это человек и лошади. Это продолжение, я так скажу, вот этой всей линии. Потому что недавно у нас был большой круглый стол с представителями Федерации конного спорта России. где вот основное, что оттуда можно вынести, что человек и лошади, это два сердца, которые бьются рядом. И вообще, это история про удивительные отношения, про то, ну, лучше не я вам буду об этом рассказывать, а у нас, между прочим, очень-очень популярная и влиятельная блогер, как это правильно сказать, конник? Конный блогер. Конный блогер Нина Принц, победитель всемирной конной выставки Эквитана, что в Дюссельдорфе. Это главное событие конного мира в дисциплине «Работа на свободе», как звучит. Самый популярный конный блогер России, постоянный участник социально значимых мероприятий, посвященных конной деятельности в России. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Нина, почему Нина Принц? Вы же должны быть Нина Принцесса. Давайте я немножечко про историю, откуда что, откуда растут ноги. Ну, Нина Принц, это я еще давно придумала. У меня есть два коня, норвежские фьорды, Принц и Диадем. И в честь одного из них я взяла себе фамилию Принц. Ну, это настоящая любовь. Знаете, сейчас самое главное все-таки это история. Мы, конечно, поговорим о лошадях, а это редчайшие породы, по крайней мере, для России, норвежские фьорды. Они есть, так пишут, что они есть только у вас. Это правда? Не совсем. Еще есть две кобылы в Барнауле, всего четыре лошади у нас в России. Два жеребца у нас и две кобылы в Барнауле. Два жеребца здесь и две кобылы там. Да. У этой истории есть потенциал, мне кажется. Ну, когда-нибудь же они встретятся. Не думаю. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы ведь с трех лет пришли в эту историю. Я все время говорю слово «история», я не знаю, как вы это называете. Я думаю, что это мое призвание. Я, наверное, была рождена для этого, потому что и мои родители с детства с лошадьми. И когда я родилась, они построили конюшню. И можно сказать, что лошади меня воспитали. Подождите, ваши родители конники? Конечно. Мы всей семьей этим делом занимаемся. Они спортсмены или они занимаются разведением лошадей? Не то, не другое. Мы все любители. Мы просто их любим, поддерживаем в хорошей форме. И занимаемся тем, чем нам нравится. В три года вы сели на лошадь. Моцарт тоже в три года начинал. Как это было? Ну, я понимаю, что вы мало что помните, но, наверное, есть какая-то легенда все-таки в семье о том, что маленькая Нина однажды впервые пришла в манеж. Давайте из ваших уст, как это было? Да, мне было годика два, тоже три. Родители купили дачу, построили конюшню, извели первых лошадей. И самодельничество. Я смотрела, как лошадки гуляют, пасутся, трогала их нежные маленькие носики. И в итоге меня посадили на лошадь. Я вцепилась маленькими ручками в гриву. И решила, что я буду ездить. Какая это лошадь была? Я имею в виду порода. Карачаевская порода. Но это взрослая лошадь. Это не пони? Это не пони. Я сразу на взрослых начинала. Я на пони практически никогда не ездила. У вас никогда не было страха? Слушайте, как часто люди падают с лошадей, когда занимаются, пусть даже на любительском уровне, конным спортом? Давайте немножко про эту сторону. А это неважно. А то мы всем какую-то парадную историю все время рассказываем. Понимаете, такую вот гламурную выездка, фраки, красивые костюмы, парадные мероприятия. Но за всем этим стоит ежедневная работа. Вы считаете, это работой? Конечно. Прежде всего, это работа над собой. И как раз о падении. Когда человек приходит в конный спорт, есть такие люди, они сразу боятся упасть, боятся травм, боятся. Но здесь нужно смотреть на это по-другому. Каждое падение – это опыт. Вы сможете проанализировать ситуацию, что случилось не так. И научиться чему-то новому. То есть не стоит бояться падения. У нас даже в конном мире есть такая поговорка «Кто не падал, тот не конник». Ну, с вами все в порядке. Вы сами сюда пришли. Сколько раз вы падали? Наверное, несколько десятков за всю вашу историю. Да. Много раз падало. И все хорошо. Ну, что из защитного, кстати, на вас оборудования надето и защищает вас в такие моменты? Моя защита – это мои знания. Но из оборудования, конечно, шлем. Некоторые надевают даже специальные жилеты, которые смягчают падение. И даже есть специальные курсы, как правильно группироваться при падении с лошади. Это тоже очень полезно. Ну, это нормальная ситуация. То есть невозможно заниматься фигурным катанием и никогда ни разу не упасть на лед. Да. Также можно сказать про любой вид спорта. Ладно. Что такое выставка «Эквитана»? Потому что это везде стоит в вашем послужном списке, как некое знаковое событие. Для тех, кто не в курсе, просветите нас. О, «Эквитана» – это одна из самых популярных и больших конных мероприятий в мире, которая проводится в Германии, она проводится раз в два года. Там собираются величайшие люди конного мира. Много всего. Мастер-классы, большое гала-шоу. Там выступают мои кумиры. Люди, которые сейчас вообще на высоте, они мастера своего дела. У них свои школы. А скажите несколько слов, что такое кумиры конного мира. Ну, мы представляем, что такое кумиры, например, в кинематографе. Мы понимаем, что это всегда какая-то аналогия с чем-то известным. Есть «Оскар» в кинематографе, там есть наши кумиры. Иногда они даже бьют друг друга по лицу, но мы их все равно любим. Что такое кумиры на «Эквитане»? Ваши кумиры? У меня много кумиров. За что? За что вы их так называете? Это люди, которые смогли найти свой подход к работе с лошадями, смогли найти что-то новое и принести в этот мир для нас что-то новое. Открыть, в принципе, лошадь, сделать из нее личность, открыть ее для нас с другой стороны. Что на ней можно не только прыгать, то есть не только в спортивном, в спорте с ней участвовать. Но и это же как раз-таки работа на свободе, дрессура. То есть это люди, которые создали это направление. И поэтому они мои кумиры. Потому что сейчас я смотрю на их работу, и это что-то невероятно завораживающее. И я хочу стремиться к такому уровню. То есть это пример для меня. Когда вы почувствовали, что лошадь – это личность? Ну, наверное, в три года еще не было таких лошадей. Да, и не было их и в пять лет. Вот когда вы пришли к такому уровню понимания? Как раз-таки, когда приехали два жребца норвежские фьорды. Потому что я хотела их воспитать сама. И у нас была такая договоренность, что если мы покупаем эту породу, то я отрекаюсь от спорта. То есть ухожу в совсем другое направление. Мы начали очень много искать, очень много читать, смотреть, как их воспитать, научить чему-то новому. И уже тогда я начала читать конную литературу. Там было очень много про отношения с лошадью, как ее раскрыть, как расположить к себе. И тогда я поняла, что лошадь – это личность. И ее можно открыть для себя с совершенно разных сторон. Это прекрасный собеседник даже. Вы разговариваете? Конечно. С принцем? И как зовут второго? Диадем. Диадема. Диадем. Сколько им лет? Принцус 7, диадема 8. Это в мире лошадей. Если сравнить с человеческим возрастом, это сколько? Умножить на 7. Да ладно. То есть они уже такие. Взрослые. 7 на 7. 49. Ну, где-то так. У них бывает кризис среднего возраста, как у людей обычно в этой истории, когда они думают, зачем, почему я, что я здесь делаю, в чем мой смысл. Ну, правда, кроме шуток, насколько это буквально можно понимать, с лошадьми можно разговаривать? Ну, у лошадей есть свой стиль общения. Они общаются жестами. Я работаю и общаюсь с ними языком тела. То есть нужно совершенно четко двигаться рядом с лошадью. У нас есть разные эмоции, тембр голоса. Они тоже могут понимать, доволен ты или огорчен. И также у них в табуне между собой, у них тоже есть разные жесты, чтобы донести друг для друга, что они хотят. У них есть эмпатия, как у людей? Потому что смысл того, что мы делимся с другим человеком, если мы считаем его человеком, в том, что человек может разделить, наверное, наши эмоции, посочувствовать нам и рассказать о своих. А как в случае с принцем и диадемом? Я имею в виду, что, понимаете, люди, например, садоводы, у нас есть прекрасное сообщество садоводов, они разговаривают с растениями, со своими цветами. Когда они выращивают розы, они что-то им говорят. Но, наверное, это не совсем то, что мы подразумеваем под общением. А вы расскажите, как с лошадьми это происходит? Бывают моменты, когда ты можешь подойти и выговориться, то есть сказать ей какие-нибудь свои проблемы. Даже когда ты плачешь, можешь прийти к лошади, она даже перестанет, вот в теник придёшь, она перестанет есть, повернётся к тебе и будет слушать. Она будет стоять, наклонив голову к тебе и слушать. То есть она чувствует эту вашу энергию, когда вы расстроены, и она прям всеми силами пытается поддержать, как-то начинают лизать руки. То есть они это чувствуют. Или наоборот, когда вы в хорошем настроении, она тоже становится такой игривой. Давай поиграем, давай тебе весело, мне тоже весело. Да, они это чувствуют. То есть ваше состояние передаётся? Да. А обратная связь? Есть лошадь, может быть, не в духе? Может быть. Мы с мамой называем это ретроградной Меркурией, когда ты выходишь с лошадью на работу, она ничего не делает, вообще ничего не получается, всё, ничего не хочу, отстаньте. И что тогда? Вы отстаёте? Тогда мы... Всё-таки есть же какая-то иерархия, кто-то всё-таки главный в этой истории, а кто-то просто конь? Или нет? У нас немножко по-другому. Но это не просто лошадь, это и друг, и соратник. То есть мы с ним общаемся как... Ну это всё-таки личность, мы уже об этом говорили ранее. Поэтому лошадь для нас это что-то важное. И да, мы можем быть немножечко главнее, но всё-таки это часть нашей семьи, они как члены нашей семьи. Поэтому мы относимся к ним уважительно, и, соответственно, они к нам тоже. И когда наступают такие дни, когда они ничего не хотят делать, мы просто снижаем требования, делаем то, что они всегда знают, и отпускаем. Вот мы с людьми так. Дни, когда они ничего не хотят делать. Запомните, как надо поступать с людьми в такие дни. Давайте немножко расскажем про то, кто такие фьорды. Единственное, что я смог подчерпнуть, что это одна из старейших пород лошадей. Ей более двух тысяч лет. На планете Земля. И с точки зрения эстетики, лично меня как мужчину подкупает, это сочетание всех признаков породы тяжеловоза, тяжеловоза, как сказано в Википедии. Я не знаю, в Википедии всякое пишут. Там сказано, что порода фьорда считает в себе признаки породы тяжеловоза, но в уменьшенном виде. То есть это такой атлетический конь или лошадь. То есть это мощная костная структура, ярко выраженная мышечная история. Но только маленькая. Ну, да. Я бы не сказала, что это тяжеловоз, но лошадки очень крепкие, массивные. Этой породе более двух тысяч лет. Мускулистые, можно так сказать. Но мускулы тоже нужно поддерживать. На самом деле пони, они очень склонны к ожирению. И если с ними не тренироваться, то это будет ходячий животик. Вот самое главное. В Википедии, не знаю, кто это писал, там сказано, что все-таки упорно их нужно считать лошадьми, не пони. Хотя по размеру в холке, пони это же все, что до 150? Нет. До 130? Нет. Пони и лошадь отличаются строением. То есть пони, они немножечко, то голова больше, то шея короче, то вот еще не забывайте. То есть это более сложный какой-то набор признаков. Ну да, они просто немножечко такие. По своим пропорциям все-таки. Да. Пони это пони. Да, пони это пони. А лошадь, она грациозная, красивая, у нее структура, все правильно. Ножки не коротенькие, и пузика нет. В общем, это вот такая разница. У принца есть пузика? У принца, да. А диадем у нас такой, он всегда в форме, он такой очень, у шея. Вот это вот мускулистая лошадь, да. Но это изначально была порода, предназначенная в Норвегии для тяжелых сельскохозяйственных работ. Да, они воевали также с викингами, переплывали на дракарах. У них очень большая история. То есть это настоящая рабочая, но в то же время и в какой-то момент боевая. Да. Это была лошадка, да? Да. То есть она несла на себе взрослого садника со всем вооружением. Они очень выносливые, да. И они по-прежнему сильные и годятся для взрослых наездников. Да. Но эта лошадь не для спорта. Они универсальны. То есть на них можно там и в выездку ехать, и запрягать можно, и даже прыгать можно. Просто не для большого спорта. Чем вы тогда с этими там занимаетесь, если это не спорт, но в то же время это... Что это? Искусство? Это общение? Но там же есть все-таки у вас определенные дисциплины, да? Что-то там, выезд на свободе, как это правильно все называется. Введите нас в этот мир, потому что мы в таких крайностях, да, обычно знакомы с лошадьми. Либо это просто катание по кругу, да. Пони ходят по кругу, на ней кто-то сидит, его, значит, под усы ведет конник. Либо это спорт. У вас что-то между. Я занимаюсь теми направлениями, которые не очень хорошо развиты у нас в России. То есть они очень популярны за границей, в Германии, в Америке, в Польше. Вот, я называю себя профессиональным любителем. То есть я занимаюсь классической выездкой. Это школа высшей верховой езды. То есть я очень углублена в это дело, в работу с лошадьми, с точки зрения психологии, биомеханики. То есть это строение, как работают мышцы. Я это все очень плотно изучаю. Но это не спорт. Плюс работа на свободе и дрессура. Что такое работа на свободе? Работа на свободе – это работа с лошадью без амуниции. Когда ты способен показать именно ваши отношения с лошадью людям. Вы при этом на коне или рядом с ним находитесь? Могу рядом. Могу быть на лошади просто без амуниции полностью. Без седла? Без седла, без уздечки, без всего. Без только вот маленьких лыстик, которым я указываю, что делать. Без уздечки даже? Даже без уздечки. Как это происходит и что вообще там должно происходить? Об этом я показываю в своих шоу. Выступаю много. Мы видим там внешнюю сторону. Вы расскажите о внутренней стороне, о содержании. Потому что, видимо, происходит какое-то общение. Но какие-то в то же время должны определенные технические действия выполняться. Что это? Да. Нужно очень много познавать друг друга. То есть, когда вы вместе учите ваш язык, который станет общим, язык тела, я учу очень многим командам. Каждое моё движение, даже поднятие руки, будет что-то значить для лошади. И мы общаемся на свободе с помощью языка тела. То есть, если я поворачиваюсь вот так, то лошадь делает так. Если я отхожу назад, то лошадь подходит ко мне. И самое главное, что должно быть, у лошади всегда есть выбор, когда мы работаем на свободе. Она может уйти, а может остаться. То есть, я являюсь для неё острым таким комфортом. Ей со мной нравится. Даже если она может убежать, она всё равно остаётся рядом со мной. Потому что ей нравится со мной общаться. Ей комфортно со мной. Как это она может уйти? Ну, если это соревнование на эквитане. Там же есть раздел «Лошадь на свободе», как это называется? Шоу «Работа на свободе». Работа на свободе. Там есть такой раздел. Да. Насколько часто были ли случаи, когда лошадь просто брала и уходила? А бывают такие случаи. И насколько это считается, ну, тогда фейлом, промашкой, проигрышем? А, это нормально. Вот главное не то, что лошадь убежала, а главное, что она вернулась. Ага. Вот что важно. Вот в этом и есть суть. Когда ты работаешь на свободе, ты видишь, что, ну, вот она убежала. Ничего, зрители, мы поддержим. Видим, вернулась, всё, продолжается работа дальше. То есть это в порядке вещей. Значит, на свободе. Наоборот, плохо, если она вот прямо возле плеча и не отлипает от тебя. Вот это говорит о том, что работа была достаточно жёсткой. Особенно видно, когда она уши зажимает. Кристот, вот прям видно, что ей не нравится находить рядом с человеком. Но она всё равно прям слишком сильно липнет к нему. И он её буквально не отпускает от себя. Это прям токсичное отношение, это плохо. Вот всё как у людей. Да. Потрясающе. Но это же какая драматургия. Ведь если лошадь в момент всемирно известных, может быть, самых, наверное, значимых соревнований, она уходит. И вы не знаете точно, там, аплодисменты, поддержка зрителей, но вернётся ли она? Это всегда можно обыграть. Можно сделать видишь, что так задумано, как я делаю. Каким образом тогда, всё-таки это же соревновательная история, хоть вы и говорите, что это не спорт, но соревновательный момент присутствует, потому что, видимо, есть места, есть призы. Да, есть. Есть первый, есть все остальные. Здесь оценивается также тоже отношение с лошадью, когда смотрят на эмоции лошади, как она относится к человеку. Оценивается сложность трюков, сложность упражнений, которые ты исполняешь. Также смотрят, какая история у вашего шоу, потому что это нельзя просто включить музыку и там трюки подряд делать. Должен быть какой-то смысл. Ну и также погружение вот в это всё костюмы, как ты это всё показываешь, сюжет. Но всё это строится и опирается всё-таки на эмоциональную связь между человеком и лошадью. Расскажите про историю того, как вы попали на выставку Эквитана. Насколько я слышал, россияне до определённого момента не участвовали там. Я первая. И вообще не приветствовались. Да, я первая. Во-первых, почему нас там не было? А во-вторых, каким образом вы всё-таки стали первой? Ну это же классическая история, что за границей думают, что мы тут с медведями гуляем за ручками. Вот так же и в конном спорте. Но подождите, в России же всегда были такие традиции. Там у нас орловские рысаки были, у нас была селекция уважаемых на мировом уровне пород. И всё, как же так? Не знаю, вот когда я только пришла на Эквитану, очень удивились, что есть люди в России, которые вот как-то работают на свободе и знают вообще, что это такое, что есть такое направление. Вот, поэтому я сделала вывод, что вообще-то думают, что... А вы как узнали про это? Если у нас в России не существует этого направления, в принципе, значит не существует инфраструктура, нужны же тренеры, да, какие-то наставники, передача опыта, методика дрессуры и так далее. Как вы это всё нашли и практически с нуля, да, стали этим заниматься? Ну, я начала заниматься, когда мне было 12 лет, 11-12. Всё, что у меня было, это маленькие видосики с ютубчика и куча конной литературы последних изданий на английском языке. И приходилось это всё переводить, либо читать и не понимать, что ты читаешь, выходить всё равно с лошадью на плац и что-то пытаться делать, работать. Потом потихоньку начали появляться онлайн-школы, мы проучились несколько лет в онлайн-школе, тоже учились по видео, редко встречались на семинарчиках. Это была школа на иностранном языке? Нет, нет, онлайн-школа у нас в России, да, появилась. И дальше уже пришла моя тренер Дарья Суслова, она как раз-таки училась за границей, очень много стажировалась и уже она помогла мне, одна из первых, кто помогла мне выйти на уровень, уже работать дальше. Ну, Эквитана всё-таки это всемирного уровня, очень большие соревнования, и вот так вот попасть, просто позанимавшись по видео, потом в онлайн-школе, пусть очень уважаемой в России, но, наверное, не очень известной в Дюссельдорфе, так скажем. Ну, мне как человеку нужно было очень самой много анализировать, потому что сколько бы онлайн-школ не было, подход к вашей лошади должен быть определенный, потому что они же делают методику работы, исходя из своих домыслов, то есть из своих лошадей, а у меня совершенно другое, и мне приходится это всё читать, смешивать, анализировать, прорабатывать, то есть это ещё и мой труд, к тому же. Да, можно сказать, что вы всё это пропустили через себя. Ну да. И это не просто какие-то чужие знания, это уже вы, собственно. Да, это вот всё вот это вот ты проанализируешь, смешиваешь вот в одно, и уже начинаешь прорабатывать со своими лошадьми. Но всё равно это всё, это была история, которой лично вы, в своё удовольствие, занимались здесь, в России. Как это всё перенеслось на Эквитану, как вы заявили о себе? О, мы узнали, что будет Эквитану, там проводился конкурс. И сначала нужно было подать заявку и прикрепить видео, снимаешь, то есть свою работу, что-нибудь. Почему ты хочешь туда прийти? Показываешь маленькое своё мастерство. Они дальше уже решают, отобрать тебя или нет. Так как я была из России, а на тот момент у нас же был ковид, и Эквитана у них закрытая была, то есть среди своих. Никто из иностранных не участвовал. Ну, они посмотрели, мы подумаем, мы подумаем, и потом думаем, ну ладно, хорошо. Вот вам список вот таких правил, там были такие правила, господи, я думала, кошмар. То есть нужно было, программа у меня обычно 12 минут, шоу-программа, нужно было уложить её в 3 минуты, за 3 минуты показать всё своё мастерство с лошадью, запихнуть туда смысл, плюс всё, на видео нужно было соблюдать дистанцию ковид, я не поняла, в чём прикол. Между вами и лошадью. Нет, у меня была ещё одна девочка со мной выступала, и между нами должна была быть дистанция ковид. Пока мы выполнили все правила, я была выжата как лимон, и мы уже отправили, всё это отсняли, отправили, всё хорошо. Пока мы ждали, как это всё будет оцениваться, смотрели, я прям была на нервах. Я не ожидала, что я буду на первом месте, и первое место я делю с девочкой-немкой тоже. То есть по этому видео в итоге вас не просто приняли, а присудили? Мы сняли новое видео, и уже... То есть вы получили допуск сначала по первому видео, сказали, что вы достаточно хороши, чтобы принять участие в отборе. И уже потом они в прямом эфире всё это оценивали, там сидели очень серьёзные судьи, и у них там были несколько критерий тоже по шоу, по сложности исполнения трюков, то, как ты работаешь, подаёшь сигналы, насколько мягко ты работаешь с лошадью. То есть насколько лошадь по своей воле, скажем так, по своему согласию, по любви, всё это выполняет вместе с вами. Вот это очень интересно. Вот, и уже сидели, тряслись, было очень страшно. И тут я смотрю оценку, 9,8 из 10 возможных, но это очень высокая оценка. Самая высокая из всех, что было. А там было очень много участников. Человек, наверное, 30-40. Вот. Причём это были всё свои домашние, известные, понятные для жюри. Да, ну, нет, там были и неизвестные девочки тоже, которые в первый раз пришли, но точно не из России, иностранные, в основном немецкие. То есть с первого раза вы попали в яблочко? Да, ну, мы очень много в это вложили усилий, чтобы это просто снять, потому что там было очень много критерий. Во-первых, когда ты снимаешь, нельзя ничего монтировать, всё нужно снимать одним кадром. Не дай бог, кто-то выйдет за кадр. И ещё куча таких же. Мы это всё снимали на телефон. Лошадь же тоже должна поднимать, если нужен дополнительный дубль, и всё приходится переделывать, да? Да. То есть это же надо ей как-то объяснить, ну, давай ещё. Да, ну, лучше не перенагружать, конечно. Да. Потому что, когда вы работаете с лошадью шоу, и это и физическая нагрузка, и эмоциональная нагрузка, и плюс она много думает, чтобы это всё сделать. То есть это достаточно сложно. Поэтому там два-три дубля в день. Наверняка есть люди, которые думают, что вот вся эта история про взаимоотношения, вот вы так рассказываете, что это сложный такой эмоциональный мир, это эмоциональная нагрузка для лошади. А ведь многие думают, что, наверное, просто её покормили хорошо перед этим. Ну, что животное есть животное, что ему просто нужно дать то, что оно любит. И, собственно, вот на этом-то всё и строится. Чего тут сложного? Ну, а если такой пример, давайте выйдем с лошадью на незнакомую площадку, поможет ли лакомство остаться ей рядом с вами? Там же есть, и там тоже есть травка, она может уйти покушать в другое место. И ей не важно, покормите вы её или нет. Нет, здесь очень важно, какие вы эмоции дарите и как вы её хвалите. Можно просто дать морковку бездушную, типа, молодец, всё, пока. А можно прямо вложить в душу, говорить, ты молодец, я так с тобой горжусь, ты такая умница. Вот ей всё это сказать от души, от сердца, она это всё поймёт, и ей будет в радость сделать что-то ещё. Ей понравится. Это, ну, так же, как у людей, да? Можно просто там сказать, всё, на, иди, молодец. А вот так же, как у людей, насколько это вот этот навык, да, вот выстраивать отношения с другим живым существом, насколько это всё можно, ну, насколько это помогает вам лично в отношениях с людьми, которые тоже, хоть у них и две ноги, а не четыре, но они тоже встают не с той ноги, у них бывает плохое настроение, им тоже нужно какое-то внимание, иногда морковка, иногда сахарочек, а иногда всё это не помогает, и человек просто невыносимый бывает в какой-то период жизни. Лошади меня многому научили, особенно научили терпению, да, терпение, выдержки и просто считать до 10, прежде чем что-то сделать. В том числе по отношению к людям? Да, и они научили меня очень хорошо анализировать ситуацию. То есть это всё отлично переносится? Да. На общение людей? И ты начинаешь замечать жесты людей, то есть когда вы разговариваете, вы можете понять, предрасположен человек к тебе или нет, потому что когда ты работаешь с лошадью, вся наша работа построена на малейших тонкостях. Каждый её жест, каждый шаг, каждое движение. Это уже то, что называется бесконтактная работа? Угу. Это вот вообще для человека непосвящённого какая-то мистическая вещь? Что это такое, расскажите? О, как бы это объяснить сложно. Это часть дисциплины, во-первых, бесконтактная работа? Да. Да? Ты не можешь работать с ней на свободе, если ты не будешь замечать всего. То есть у тебя глаза открываются немножко шире. Не просто видишь перед собой лошадь, а набор жестов. То есть каждый раз, когда она что-то делает, она предлагает очень много. Когда ты работаешь на свободе, ты можешь понять, хочет она от тебя уйти или нет. А это всё ты можешь понять по маленькому повороте головы или шеи. Совсем маленькому. Когда ты смотришь, анализируешь, ты сразу можешь вовремя подать команду и говорить, нет, останется со мной, не надо уходить. А вот это шестое чувство, оно существует всё-таки? Или это просто набор жестов, которые человек может выучить как азбуку, как алфавит, и немножко голову повернула, она хочет уйти, сюда повернула, хочет прийти, если ноги стоят так. Или всё-таки есть то самое шестое чувство, интуиция, когда вы что-то чувствуете? Да, конечно, есть. Мы можем предугадывать действия друг с другом. Например, я могу подумать, только подумать, но ещё не дать команду, вообще ничего. Могу только подумать о каком-либо элементе, она уже его делает. Телепатическая связь. Я не знаю, как там работает. Просто считывает меня. Может быть, у меня как-то я становлюсь, начинаю становиться в определённую позу, чтобы сделать это. Ну и то. То есть это малейшее движение, я ещё ничего не начинала делать, а оно уже делает. Ну то есть это уже не механическая работа всё-таки, это идёт от внутреннего посыла. Да. Общение. И на шоу тоже. Когда у меня что-то не получается или идёт что-то не по плану, диадем, например, просто берёт и заполняет эту возникшую дырочку каким-нибудь элементом сам. В общем, я ничего не делаю. Да, даже так. Да, он сам подыгрывает. Это что-то новенькое у нас получается в том. Я подумал о том, что трудно будет найти человека, который мог бы сравниться вот настолько. У вас были такие мысли? Ну, не знаю. Что люди, возможно, в массе своей будут проигрывать с точки зрения эмпатии, взаимопонимания, желания заполнить паузу, если вы находитесь в затруднительном положении. Ну, человеку-то проще объяснить, сказать ему, что, пожалуйста, если что-то пойдёт не так, ты что-нибудь там сделай. А с лошадью нужно очень много работать. Это всё равно, что китайцу объяснить на русском, как правильно варить борщ. Вся наша работа... Возвращение преданности, понимаете, и постоянство. Человек сегодня поддержит, а завтра неизвестно. А с Фёрдами вы сколько лет уже находитесь? В шесть лет. В такой вот, в тесной связке. Да? Шесть лет. Да. Были моменты, когда они вас подводили? Да, были, но это, наверное, скорее по моей неопытности. То есть я могла что-то не так сделать, и они такие, всё, нет, я разворачиваюсь с твоей попой, ухожу, не буду возвращаться. Типа, в нормальном настроении будешь, я приду. У нас вот так. Смотрите, у вас очень интересная история, потому что достаточно много молодых людей, юных, да, отроков, которые в конном спорте находятся, но потом они всё-таки выбирают какую-то другую профессию. А как вы думаете, в вашем случае это станет делом в вашей жизни, или это тоже увлечение юности? Нет. Это дело жизни. Я очень много этим занимаюсь, и уже сколько? Тринадцать лет. Очень много уже отдала себя полностью, несмотря на то, что я поступила на тележурналиста. У нас с вами много общего. Да, давайте. Вы та самая молодая амбициозная порция, которая придёт на наше место. Да. В один прекрасный день. Ну, вы нас много научите. Вот. Но это наше профессиональное хобби, наше дело всей жизни. Оно очень дорого стоит, его нужно поддерживать. Это монетизируется? Давайте так. Если это дело жизни, оно должно кормить. Нет. Это не то дело, которое будет кормить. На лошадях не заработаешь. И не нужно. Здесь было бы выгоднее и правильнее всего найти вторую профессию, которая сможет обеспечивать достойный доход. Вы сможете не отказывать себе ни в чём и прекрасно продолжать заниматься профессиональным делом. Здесь я равняюсь на свою маму. Она юрист. Уже 25 лет. И она прекрасно поддерживает дело тоже всей своей жизни. Это лошади. И нашу гостиницу содержит благодаря своей работе. Но всё-таки пони-спорт, он развивается. У нас был замечательный круглый стол с представителями Федерации конного спорта России. У вас, кстати, есть на их сайте интервью развернутое. Как минимум, вы дружите. У нас была Екатерина Бакеева, был Владимир Белецкий. И были их коллеги-представители. Сейчас пони-спорт, например, переживает настоящий бум. Ну, как минимум, потому что с точки зрения инфраструктуры это может существовать в небольших манежах и иметь большую аудиторию по сравнению с теми же взрослыми лошадьми. На той же площади пони-спорт может привлечь гораздо больше людей, средств и всего, что с этим связано. Вот вы на это так смотрите в будущем? Да, я считаю, что пони-спорт это отличное новое направление. И много детей можно привлечь. Так что... Но вы не планируете этим заниматься. Всё-таки ваша история это одно дело, основное, которое помогает вам заниматься лошадьми. Мы с Федерацией конного спорта очень поддерживаем друг друга. Я очень часто приезжаю на мероприятия, освещаю, у себя очень часто рекламирую. Я очень много встречаюсь с детьми, которые занимаются пони-спортом. Я очень поддерживаю это дело. Но сама я уже нашла своё направление и не хочу, так скажем, возвращаться в спорт. Потому что я была спортсменкой до 11 лет, до 12, занималась конкуром. Но сейчас мне нравится своё дело. Я не хочу его бросать. То есть, ну, спорт, всё, занимаюсь. Вы всё-таки то самое легендарное поколение Z, которое ценит, чтобы дело нравилось всё-таки. Чтобы это было для души, а потом уже всё остальное. Монетизация, реализация и так далее. Ну да. Верно? Да. Это для вас главное. Ну, потрясающе. Как вы думаете, у нас может стать больше вот этих фьордов норвежских? Почему такая редкая порода? В России редкая. Но в Германии, Америке, Польше их много. К сожалению, некоторые сейчас... Будет мешать очень. Такая необычная красивая лошадка. Из неё вечно хотят что-то ещё сделать. И портят очень селекцию породы. Поэтому из-за этого очень сложно их сейчас купить, достать, привезти тем более. Ну и сверху очень много проблем. Это их климатизировать, адаптировать к нашим условиям. Потому что они живут в совершенно других условиях. Там другая трава, еда, вода, воздух. Еда, ты их привозишь, нужно потихонечку их адаптировать. А это очень такое опасное. Но вот это редкая, уникальная история. Вы всё-таки даёте людям с ней соприкоснуться. Всё-таки у вас есть и монетизация, но такая, с большим сердцем. Потому что люди могут покататься на принцы. И нет? Покататься нет. Поработать с ними? Могут поработать. Поработать с ними? Как раз в руках и на свободе. Ну это же и есть основной смысл общения. Что они могут с ними сделать? У нас осталось буквально 30 секунд. Но вкратце. Они смогут понять новое направление. Узнать их ближе. Понять, что можно общаться рядом с лошадью. И быть с ней на уровне. И я как раз пропагандирую это дело. Это и дрессура, и работа на свободе. Отношения с лошадьми. Я не открываю мир конным людям и простым людям с другой стороны. То есть у вас есть программа, когда человек в течение нескольких дней ежедневно может общаться. Да. Программа стажировка. И, собственно, устанавливать вот тот самый контакт. Да. Хорошо. Ну что, друзья, у нас вышло время, но тема колоссальная. Я думаю, что вы найдете Нину Принц на просторах интернета. Это легко и просто, потому что человек она более чем известный. Нина, спасибо вам большое, что вы пришли к нам, поделились своей любовью. Нина Принц, постоянный участник социально значимых предприятий. Самый популярный конный блогер России.